Рада вас приветствовать из студии универсального формата. Давайте знакомиться. Меня зовут Юлия Север, 202-11-22. Телефон вашего привого эфира до сих пор не изменился, поэтому звоните, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Ну и, конечно же, ждите розыгрыш призов. Сегодня заготовили для вас билеты в кино на двоих, но, я думаю, в летнее время, летний вечер хочется провести в кино с любимым человеком, с подругой, с другом. Поэтому не пропустите нашу передачу, смотрите внимательнее, и тогда, быть может, вы станете счастливым обладателем этого замечательного приза. Что ж, сегодня называем тему эфира мы следующим образом – рисующий мир. Ну, как вы догадались, наверное, сегодня поговорим о живописи, поговорим о художниках. Кто же такие самарские художники, что их вдохновляет, кто их вдохновляет, ну и как же рождается их картина. Для меня лично это мир загадочный, действительно, потому что рисовать, наверное, последний раз приходилось мне, ну, в школе, в классе, так, наверное, девятом, когда еще было изобразительное искусство у нас в перечне дисциплин. Поэтому очень сложно мне понять, как же, как же вообще рождаются такие невероятные, интересные картины. Эти люди, которые сегодня мы вам представим, как раз умеют все это сделать. Итак, знакомьтесь с нашим первым участником, нашей первой гостью. Это Дарья Ушкова. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Первый вопрос, наверное, такой будет у меня, даже не то, что вопрос, а такое замечание. Многие художников представляют таких немножечко неопрятных, немножечко такие... Ну, есть такое, да. Есть такое. Береточка, шашлык. Да, сейчас перед нами сидит очарительная девушка. Спасибо. В красивом платье, с красивыми украшениями, вся достойная себя представляющая. Это все-таки стереотип, который вызван? Либо все-таки есть где-то там? Я думаю, да. Растила на рубашке ты сидишь? Может быть, ну, если только дома, знаете, не рисовать же вот так вот в платье. Вот. А так, в принципе, мне кажется, немножко, да, это стереотип. Хотя есть такие художники, на самом деле, летящие, можно сказать. Вот. Но не все такие. Да. Не все. Хорошо. Ну, ты все-таки, когда начала рисовать, и когда поняла, что это не просто любовь к рисованию, любовь к краскам, карандашам и так далее, а когда все-таки это талант, и вот хочется так сделать эту частичку своей жизни, а быть может даже всей жизни. Ну, вообще, я рисую с детства. Вот. С детства-то мы все рисовали, я думаю. Ну, с детства, да, меня отдали в художественную школу. То есть, мама покупала кучу всевозможных раскрасок. Также у меня рисует папа, ну, как для себя. Вот. Точнее, я рисовала в молодости. Вот. Возможно, мне передался его талант, умение. Идет с детства. Мы сегодня посмотрим часть твоих работ, которые ты нам принесла, я имею в виду, в качестве фотографий. Вот. Но все-таки первое, что, какой стиль, какое направление изначально было в твоей, скажем так, творческой карьере? Ну, изначально, так как это началось с детства, я не могу сказать, а в принципе, мне нравится очень стиль реализм. То есть, изображение реальных предметов, там, лиц, людей, так, как они выглядят в окружающем мире. То есть, реально передавать изображение. Вот. Особенно мне нравится фотореализм или гиперреализм. Почему фотореализм? Потому что, ну, обычно пишут с фотографии, ну, не обязательно. Просто это очень-очень максимально приближенные изображения. Вот. Собственно, как на фотографии. Ну, мне кажется, это высшая степень, высший пилотаж вообще в искусстве. Ну, для меня лично. Чтобы изобразить на полотне то, что видит человеческий глаз, собственно говоря. Да, настолько похоже. Вот я к этому и стремлюсь. Слушай, ну, хорошо, реализм. Немножко странно слышать от тебя, по крайней мере, мне неожиданно. Потому что вообще, смотря, пересмотрю твою работу, очень много шаржев. Шаржей, да. Очень много каких-то карикатур и так далее. Да. Почему так? Ну, в этом случае я ориентируюсь на клиентов, на людей, которые ко мне обращаются. Вот. Так как я принимаю на заказ там шаржи, портреты, опять же, делаю живопись маслом. Вот. Очень часто спрашивают именно шаржи. То есть изначально я рисовала портреты там гуашью, маслом, черно-белый вариант графика. Вот. Но это пользуется почему-то не такой большой популярностью, как шаржи. Угу. Да. Для массовой аудитории все-таки шаржи. Ну, наверное, потому что я это связываю с тем, что в повседневной жизни людям и так хватает какой-то серьезности, забот, суеты. Им хочется просто иногда над собой посмеяться, над собой, над своими близкими, кому они заказывают именно работы. Вот. Угу. Давай посмотрим несколько примеров твоих работ. Конечно. Как-то прокомментируй, быть может, вспомнишь, кому, когда, в какое время твоей творческой жизни та или иная работа создавалась. Сейчас они у нас выдат на экране, как раз мы видим, да, пример шаржи. Да, вот это недавняя работа «Морская тематика». Угу. С морем, с летом, вот, особенно летом, очень часто заказывают. Вот, море. Угу. Хочется такого что-нибудь летнего настроения. Действительно. По-настоящему. Люди скучают по отдыху. Опять же, шаржи. Да, также одна из недавних работ. Если к шаржам все-таки вернуться, скажи, пожалуйста, а бывало ли такое, что, ну, вот так нарисовало смешно, что некоторые даже обижаются? Нет. Понимаете, тут различия. Вот это вот, кстати, портрет маслом. Различие карикатуры и шаржа в том, что карикатура – это все-таки смешное выявление человеческих черт. Допустим, если у человека там большой нос, его делают гигантским. Вот. А шарж – это добрый такой портрет, стилизованный именно в какой-то тематике. Вот, допустим, решили, что будет в стиле мультика. Ой, красота какая. Вот, это недавняя работа в кафе. Я делала заказ маслом. Вот, собственно, портрет. Карандашный вариант с цветными акцентами. Как много времени, кстати, уходит на создание… Я понимаю то, что, наверное, каждая техника требует определенного времени, но вот твой, скажем так, примерный результат, когда создается эта картина. Вот ладья. Ну вот ладья, да, это первый мой такой большой опыт формата 2, гуашью. Рисовала, я не знаю, неделю в таком большом формате. Шаржи тоже раньше дольше рисовала, но просто очень много заказов, поэтому набивается рука со временем. Ну, сейчас, ну, за день, если позволять, свободное время. Вот это абстракция идет. Вокзал, которым гордится наш город тоже. Очень интересный. Да-да-да. Архитектурная задумка интересная. То есть, в принципе, есть какой-то вот такой вот результат? Вообще, художники работают ли на время, либо все-таки это не та сфера деятельности, где, не знаю, время должно быть ограничено? Ну, тут смотря от заказа, если ты для себя рисуешь, то, конечно, можно хоть на год растянуть, вот, не горит. А если заказчик того требует, то да, стараешься, но все-таки скорость должна быть не в ущерб качеству, я считаю. В конце концов, да, действительно, Леонардо да Винчи только губы, да, говорят, Мона Лиза рисовала целых 12 лет, поэтому, конечно, может быть, не такое время необходимо. Но вот до сих пор улыбка и загадка ее улыбки разгадывается, и, наверное, есть в этом своя прелесть, да, есть, не забывают и помнят. Что ж, сегодня заготовила, кстати, для вас, дорогие телезрители, кроме интересных гостей в нашей студии, кроме подарков, интересные истории, интересные факты из жизни самых знаменитых художников. Ну, к примеру, то, что Павел Пикассо был избалованным ребенком, вспыльчивым очень сильно, наказывали его за это очень часто, и с возрастом только его нрав становился бунтар настоящий, а талант становился все ярче. И мастер отращивал довольно длинные локоны, носил одежду в пол, что было вызовом нравом того времени. Ну, и наверняка этому человеку суждено было стать художником, потому что первое слово на его родном языке он сказал на карандаш. Вот так вот. Поэтому все-таки где-то, наверное, судьбой это было предрешено. Не знаю, быть может, у вас тоже есть какие-то качества, быть может, вам давно всегда хотелось рисовать. Зная то, что, кстати, у нас в Самаре очень много интересных проходит курсов, где можно научиться рисовать и людям довольно зрелого возраста. Поэтому звоните, рассказывайте свои какие-то впечатления, быть может, вы хотите нам рассказать какую-то гордость или спросить вопрос, задать вопрос нашим гостям. Все это, пожалуйста, в прямом эфире, мы 202-11-22. Не забывайте от номера телефона, кстати, скоро он вам пригодится для того, чтобы вы могли забрать билет в кино, замечательный приз для двоих. Что ж, Дарья, ну о личном росте хочется спросить, есть ли вообще вот, не знаю, какая-то такая остановка, время вообще, когда можно остановиться, посмотреть картины, посмотреть какие-то фотографии и понять то, что да, вот буквально год назад я еще вот так не могла, а сегодня вот уже так получается. Либо, может быть, меняется какой-то настрой общий. Ну, конечно, в сравнении, если смотреть, то да, возможно, что-то изменилось, особенно, когда вот я только начала работать с шаржами, вот это все было долго, кропотливо, вот. Первая моя работа была посвящена группе Ранетки, мне заказали ее фанаты, вот, отвезли в Москву, подарили, сняли видео. И очень было интересно наблюдать за реакцией. Ну, собственно. То есть вот так вот. А, кстати, работы ты отслеживаешь потом, где они у тебя? Находятся? Да, где находятся? Ну, вы знаете, мне обычно заказывают, ну, самарцы, ну, кстати, да, люди из других городов, Чапаевск, Оренбург. Вот, да, недавно был заказ. А так? Не отслеживаешь. Ну, вот в кафе Марсель, допустим, есть моя работа. Можно посмотреть, полюбоваться, прийти. Да, можно, и будет еще вторая. Будет еще вторая? Хорошо. Ну, какие, под занавес нашего с тобой разговора, какие вообще планы, какие, может быть, перспективы есть, задумки? Вообще, о чем мечтает художник? О чем мечтает художник? Современный молодой художник. Ну, вот, допустим, я мечтаю о том, чтобы не только в рамках заказов свое творчество, как говорится, осуществлять, вот, но еще и рисовала в 3D формате рисунки с самарской группой. Ну, по-моему, она даже одна в Самаре или, ну, да, в Самаре и Тольятти, DreamSide. Вот, то есть мне интересно с ними общаться, участвовать в их проектах. Ну, и также меня интересует декоративная штукатурка, вот, что-то связанное с этим. Надо развиваться, пробовать себя во всех направлениях, почему бы и нет. Хорошо. Быть может, когда-нибудь, я не знаю, еще архитектура будет подвластна, нет? Не знаю, посмотрим. Ну, ладно, хорошо, Дарья, в любом случае, я думаю, мы с телезрителями желаем тебе творческих успехов. Спасибо большое, что сегодня порадовало нас своим присутствием. Что же, дорогие друзья, мы смотрим небольшой опрос, спрашивали мы у жителей нашего города, с каким же талантом они хотели бы родиться. Многие ответили, петь хотят, танцевать, рисовать. Давайте посмотрим все сами. Я бы хотел хорошо петь. Я стараюсь ходить в музыкалку, там, участвовать во всех мероприятиях, которые там проводятся в этом заведении. Но, к сожалению, мне кажется, что таланта у меня как раз и нет. Что-то там есть в районе какой-то маленькой частички. Но вот развивать себя, развить это не помешало бы. Ой, да не знаю, вроде все нормально, все есть, ни в чем не нуждается. Какими талантами уже обладаете? Автомобили люблю, очень сильно. Ну, не знаю, все время хотел играть на гитаре, уметь, не умею. А что мешает научиться? Пробовал, не получается, несколько раз выдать настойчивостью. Вязать научиться хочу. А почему мужчины и вязание, почему так странно? Ну, не знаю, интересно. Рисование. Как-то с детства я рисовала, но потом у тебя забросилось, вообще, да, прикольно было бы. Ну, талантов каких-то таких вот прям выдающихся нет. Больше, наверное, хотелось бы проявить себя в спорте, иметь какую-то, ну, может, даже сверхрастяжку или сверхвыносливость и вот больше как бы посвящить жизнь спорту. Хотелось заняться волейболом, в университете ходил, но достаточно так вот на уровне таком школьном. Но вот хотелось бы, да, в спорт побольше, если бы была возможность. Ну, голос есть, благо медведь нахуй не наступил. Танцевать так-то не умею и не хочу учиться. У меня свои таланты какие-то есть определенные, поэтому, в принципе, меня все устраивает. А какие таланты? Ну, не знаю, рисование, вязание, как бы вот такие. Больше ничего особо не хочется. Рисующий мир, так звучит тема нашего сегодняшнего эфира. Работаем мы в прямом эфире, 202.11.22. Ну, и, конечно же, пришло время для розыгрыша призов, билетов кино. Разыгрываем мы. Коль уж сегодня говорим о искусстве, о рисовании, о художниках, о живописи, то и вопрос мой будет связан как раз с этим. Фотовопрос, внимание обратите свое на экраны. Как называется и кто художник этой картины? 202.11.22. Билет в кино достанется тому, кто первый, собственно говоря, дозвонится и верно ответит на мой вопрос. Я представляю вам тем временем, пока вы вспоминаете, тем временем, пока вы к нам дозваниваетесь. Нашего следующего гостя это Дарья Бондаренко. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Тоже художник, и как раз ее картины вы можете сегодня сейчас лицезреть. Правильно я так понимаю, да? Да. Дарья, ну, скажите, пожалуйста, о вашей истории. Как вы давно заметили в себе талант? Как вы давно вообще считаете ли себя художником, либо не считаете? Ну, художникам считать себя тяжело. То есть меня считают художником те, кто видит мою картину. Я начала заниматься рисованием, ну, как многие с детства, но потом был перерыв, связанный с обучением, то есть невозможность была рисовать, и я забросила это дело. И, ну, года два прошло, и я поняла, что я просто физически не могу обходиться без рисования, и начала сама потихоньку рисовать. И к тому времени пришла, что необходимо поступать в университет, получать высшее образование, связанное с рисованием. Угу. То есть у вас это профессия, действительно? Да. У меня красный диплом. Красный диплом, слушайте, ну, замечательно. Потому что многие дипломы, к сожалению, да, сейчас в нашем мире, ну, как-то лежат на полочке и лежат, работают по другой специфике. Я так понимаю, то, что у вас как раз все-таки он пригодился. Нет, он как бы лежит, но я работаю по специальности. По специальности. Ну, это замечательно, слушайте, потому что вас можно назвать счастливым человеком, потому что не все работают по специальности у нас. Что ж, у нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. А, здравствуйте, я зовут Ольга. Ольга, очень приятно. Ну, скажите, пожалуйста, первый, наверное, вопрос к вам будет. Умеете ли вы рисовать? А, ну, как бы так это, ну, не занималась рисованием. Не занимались? Нет. Не занимались. Ну, все равно так что-нибудь, хотя бы когда разговариваете по телефону, елочки рисуете? Ну, да, елочки рисуете. Елочки рисуете, но это уже хорошо. Замечательно. Ольга, ну, быть может, тогда вы знаете у нас что-нибудь о художниках. Как называется и кто художник этой картины, которую сейчас вы видите на экранах? Картина называется «Рождение Венеры», а художник Александра Баспистели. Угу. Кстати говоря, правильно? Да. Да, вот так вот. Дарья, наш сегодняшний гость, ну, эксперт, я думаю, в этом деле, по крайней мере, лучше меня уж точно знает про живопись, говорит, что вы верно ответили на этот вопрос. Я вас поздравляю, действительно, это так. Работа была сделана в 1485-1487, где-то в этих годах, и изображена на ней богиня Венера, то есть Афродита по греческой мифологии, вышедшая из морской пены. Сегодня эта картина представлена в музее Уфиции во Флоренции. Что ж, я вас поздравляю. Спасибо вам большое. Билеты, как забрать, расскажем вам после эфира. Ну, и, конечно же, смотрите нас дальше. Дарья, ну, вот, собственно говоря, в детстве талант как-то проявился. А в детстве сразу было понятно, что это был талант, либо это просто, опять же, было, ну, как мы все рисуем, не знаю, карандашами, красками, либо уже, там, не знаю, родители, бабушки, тети видели, что вот тут все-таки не просто любовь. Ну, родители, как бы, поддерживали просто увлечение, но какого-то специального развития не было. Я после того, как перестала рисовать, я поняла, что не могу. И в какой-то момент поддержал папа, то есть он сказал, ты должна заниматься тем, чем ты хочешь. Вот, и я как бы подумала, то есть, в общем-то, ну, изначально понятно, что художники, примерно, не сильно много зарабатывают. Как говорят, нестабильность и все такое. Вот, и, ну, я все равно выбрал то, чем я хочу заниматься, к чему душа лежит. Я не хотела просиживать, там, весь день на нелюбимой работе, может быть, получать за это деньги, но не развиваться, может быть. Какое-то сознательное такое, более-менее, решение было. Сейчас чем занимаетесь? Опять же, картина на заказ, либо, может быть, не знаю, с кем-то сотрудничаете, как-то где-то работаете, опять же, я имею в виду для кого-то. Ну, периодически я работаю, вот у меня в подборке есть заказ, сделанный из мозаики, стеклянная мозаика такая маленькая, ее с подколкой делают, и можно вешать, как картины, но только прямо в бане, какие-то, там, санузел, где большая влажность. То есть, картину обычно не повесишь, она начинает, там, плесенью покрываться, еще что-то, их только в сухие помещения. А вот такие картины можно везде повесить. Работаю также на заказ, у меня, как бы, не карикатура, у меня более, получается, дорогие работы, потому что больше похоже на музейные работы, типа, парадных портретов и еще что-то такое. То есть, более, скажем так, тяжеловесные, пафосные. Вот, и занимают они, конечно, подольше времени. Ну, и, собственно говоря, свои проекты, конечно, реализую. В общем-то, я планирую проводить выставки, поэтому они у меня, ну, если их не берут, то они у меня копятся дома, и потом, возможно, осуществление выставки. Есть у нас, кстати, тоже примеры ваших работ, я предлагаю, пока они у нас идут на экране, мы с вами все-таки ответим вот на такой вопрос. Насколько вообще ценит сейчас Самара, насколько ценит живопись, сделанная своими руками? Самара достаточно тяжело, у нас все-таки изначально купеческий город, поэтому людей больше в ходу товар какой-то предоставлено. То есть, ну, что-то купить, но не картины. Лучше обстоять ситуации, например, в каких-то других провинциях или в Петере и Москве. Я тоже. Ты в вашей группе покопалась, тоже нашла картины интересные. Да, да, да. Батальная сцена была. Это монотипия работа, она лучше смотрится в маленьком размере, она меньше. Это копия. Мне просто понравилась. Это копия. Я просто не брала, там, на флешке оказалась. Это копия. Хорошо. Ладно. То есть, вы считаете, что все-таки у нас не настолько есть такие ценители, которые вот прям охотятся за картинами? Да, я считаю, что в Самаре не очень много. То есть, я путешествую по стране и как-то даже вот в соседних областях есть магазин, который продают живописные работы. Там даже по уровню немного повыше. Ну, и я так предполагаю, что люди больше ценят живопись. А где, в каком же городе необходимо было родиться, не знаю, жить, чтобы, я имею в виду, у нас в России, чтобы картины вот имели место быть? Питер? Я считаю, что как бы где-то родился, там... Пригодился? Ну, не то, что пригодился. Я не имею в виду, что сидеть на одном месте, вот я тут родился и все. Но как бы судьба, значит, так распорядилась, значит, как-то и здесь это можно все сделать. И люди это делают. Не обязательно там переезжать. Можно и переехать. У меня нет привязки к месту. Я думаю, что и в Самаре есть любители. Город-миллионник все-таки. Ну, конечно, город-миллионник. Это сто процентов. И мне кажется, на каждого есть какие-то свои люди, которые необходимы в его жизни и так далее. Скажите, пожалуйста, вы, вот такой же к Даре был вопрос по поводу того, что вообще художники оценивают ли себя, критикуют, либо хвалят. Со временем как-то ощущаете изменения в вашем творчестве? Да, я постоянно стараюсь развиваться. То есть я просматриваю какие-то каталоги других художников, хожу на выставки, потому что фотографии-то одно, там очень много не видно. Когда вживую видишь работу, это совершенно другое впечатление. Например, я ездила в Москву, он посмотрит на Сальвадора Дали. У него работы, я думала, они очень большие, потому что там очень все хорошо проработано. Работа вот такая была, портрет Гала. Вот, я очень удивилась сильно. И как бы вот такие посещения, такая работа тоже дает свои плоды. Конечно, совершенствуюсь. То есть старые работы, все-таки я как-то обычно и в выставки не беру. Они как бы, если они остались у меня, они остаются, и я их уже не выставляю. Может, переписываю холст или еще что-то. А есть в памяти вот самая незнакомая, любимая работа? Ну, честно говоря, это какой-то как среди детей выбрать там любимого ребенка. То есть... Нет. Нет. Каждая дорога по-своему. Конечно. О этой работе, которую мы видим сегодня в студии, расскажите, пожалуйста. Ну, это последняя работа, я даже еще не успела ее залакировать и в рамку оформить. Называется «Люцифер, падший ангел». Вот он находится там как раз, изображен с змеей. Это как раз змея, которая соблазнила Еву вкусить плоды яблок. Как долго работали? Ну, это прошло где-то около полугода, но обычно надо поменьше делать, потому что я ее с перерывами делала. Там другие какие-то заказы или другие работы. Ну, где-то полгода. А как вообще действительно приходит к вам на ум название работы? Я так понимаю, в каждой картине вы придумываете название? Ну, с названием тяжелее всего. Тяжелее всего. Легче нарисовать. Да, да, да. Ну, просто так как я не поэт и что-то в этом роде. Поэтому у меня работа ходит под черновым названием, а потом, когда она уже закончена, я там еще пару недель думаю и, наконец, какое-то более-менее окончательное название придумываю. Иногда они мне даже меняют название. Мне тоже забываю, наоборот, не смотрю, я там подписываю по-другому. Что можете себе пожелать? Больше рисовать. Больше рисовать. А каких-нибудь проектов быть может? Ну, как раз выставку. Сделать выставку побольше. То есть у нас были небольшие выставки. Я одна вот давно была большая, собирала людей. А последние были графические. Я все-таки хочу сейчас живописную выставку сделать. Мне кажется, это интереснее, чем графика и более масштабный проект, скажем так. Дарья, я, посмотря ваши работы, к сожалению, честно признаюсь, не понимаю ничего в живописи, но просто как обозреватель, просто как зритель, мне они очень понравились. Поэтому я действительно искренне верю, что у вас все получится. Спасибо вам большое, что порадовали нас сегодня. Спасибо. Что ж, мы смотрим следующий опрос и встречаем следующего нашего гостя. Не переключайте. Продлить лето? В душе должно лето остаться, мне так кажется. Просто хорошее настроение. Ну, если человек хочет зимой походить в что-нибудь летнем, тоже, я считаю, продлить лето сам для себя лично. Правильно? А зачем его продлять? Как положено. С первого сентября осень начинается. Вот лето пусть до первого сентября. Осень желательно, чтобы была хорошая, то есть теплая. Там бабье лето должно быть. Уехать и отдыхать в другое место. Или вообще отдыхать и в начале лета, и в середине, и в конце, и в декабре, и весной. Очень хочется, чтобы было подольше лето. Для волжан лето всегда в душе. Вы согласны? Вот. Мне кажется, оно для нас не кончается. Даже когда идет зима. Мы только живем мыслями о лете. Погода, чтобы была хорошая. И продлиться лето. Продлить лето? Не знаю, но я слышал, что в одном городе провели такой эксперимент. Много людей собрались и сделали этот эксперимент. Они, короче, все собрались и пытались замедлить время. И в этом городе, на самом деле, часы остановились. Ну, оно и так у нас почти до октября идет. Да, с мая месяца до октября. Там же бабье лето потом. И в октябре примерно 20 градусов тепла еще бывает. Люди купаются, все равно продолжают. Ну, как вода холодная, но мы любители. 202.11.22. Мы работаем в прямом эфире. Звоните, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Кстати, у нас уже и есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Евгения. Евгения, очень приятно. Скажите, пожалуйста, зачем к нам пожаловали? По какому вопросу? Попробовать ответить на вопрос ваш. Попробовать ответить на вопрос. Евгения, ну, вы, к сожалению, опоздали. Вопрос уже был задан и был получен ответ. Поэтому можете передать лишь привет, не знаю, своим родным и близким, чтобы, ну, не зря же позвонили к нам в эфир. Не захотела Евгения передавать нам. Обиделась Евгения у нас. Не захотела передавать привет. Ну, что ж, Евгения, передам я. Привет всем вашим родным и близким. Близким смотрите передачу «Каждый будний день» и разыграем мы массу интересных призов. Поэтому, быть может, когда-нибудь ваш приз к вам и придет. Поэтому не обижайтесь в любом случае. Что ж, я вам представляю нашего следующего гостя, Наталья Мерзлякова. Здравствуйте, Наталья. Ну, я так понимаю, тоже художник. И вообще с искусством связаны напрямую. Правильно? Да. Рассказывайте. Как давно, во-первых, именно пишете картины, ну и как давно работаю? Рисую я с детства, как и многие из нашего жанра. Мне говорят, что это у меня передалось по генетике. Рисовал хорошо мой дед. Он рисовал мне в детстве. Я очень любила его рисунки, просила мне что-то нарисовать. Ну, а потом так сложилось, что я не планировала учиться на художника. Получилось, что я пошла в художественную школу. Мама меня туда определила. Ну, как знаете, что... Ну, как всегда, да, в детстве, собственно говоря. Да, по-моему, что-то не ходил. И где-то примерно в 11 лет я пошла в художественную школу. Закончила ее успешно, красным дипломом тоже. И внезапно узнала, что у нас в архитектурно-строительном институте открыла специальность изобразительного искусства. И я решила, что я буду поступать именно туда. Никуда больше документов не подавала. Поступила, прошла. И все, закончилось успешно для меня. А потом, опять же, так понимаю, то, что работа, да? Вы работаете... Я работаю в галерейного пространства, в областной научной библиотеке, в Самарской нашей. Это очень интересная... С нашим добрым другом галереяного пространства. Выставочная площадка, да. Там проходит очень много замечательных проектов. Я вот курирую выставки, занимаюсь организацией. А ваши работы сами вообще выставляете? Да, я выставляю. У меня было несколько выставок молодежных, персональных еще не было, но было на пару. А сейчас в галерейного пространства висит мой калаш, например, да. Первая работа в нашей галерее. Слушайте, ну это замечательно. Наталья, скажите, пожалуйста, вы в каком стиле работаете? Я работаю в жанре символизм. Очень интересный такой, замечательный жанр, который мне полюбился еще с института. Наверное, не без помощи моего преподавателя, моего куратора, да. Он чем интересен, характерен тем, что любой обыкновенный предмет может на твоем полотне стать совершенно чем-то другим, необыкновенным. И зритель уже сможет для себя что-то новое в этом предмете открыть. Понять, собственно говоря, и догадаться. Да, почти. Хорошо. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Евгений. Фамилия моя Белестов. Наталья, вот вы занимаетесь искусством. Как у вас с молодыми людьми происходят отношения? Евгений, спасибо большое. Вот такой вот интересный вопрос. Я думаю, что, наверное, если что... Замечательно. Замечательно. Хорошо, не постеснялась. Я, на самом деле, даже больше, чем с девочками люблю, с молодыми людьми общаться. У меня больше друзей, чем подруг, поэтому... Вот так вот. Я думала, что Наталья все-таки за эфиром ответит на этот вопрос. Не постеснялась, ответила прямо в прямом эфире. Нет, совершенно не постеснялась. Хорошо. Евгения, так что вот так вот. Такая красавица. Трудно смутить. Трудно смутить такую Наталью, ну, собственно говоря. Хотя, мне кажется, художники, да, они все-таки более такие закрыты. Опять же, это какой стереотип. Не все. Не все. Совершенно не все. Есть абсолютные экстраверты, наоборот. Это зависит совершенно от характера человека. Скажите, пожалуйста, все-таки, так как вы заканчивали именно высшее учебное заведение, живопись, много ли, точнее, сейчас даже трудно сформулировать вопрос, потому что я понимаю, я, к сожалению, опять же, как я говорю, мало зная про художников, да, что-то такое в общем смысле, у вас теоретическая часть, так понимаю, тоже была. Вот это не надоедало ли? Интересно ли это было? Наоборот, чем больше ты узнаешь, тем больше ты понимаешь, как мало ты знаешь, на самом деле, о том, чем ты интересуешься. Потому что, когда приходишь на выставки, к примеру, да, опять же, простой обыватель скажет, нравится, не нравится. Вы как-то понимаете, не знаю, глубина, содержательность и так далее. Ну, я смотрю, конечно, с более такой точки зрения компетентный, так скажем, уже базируясь на своих знаниях о композиции и о прочих деталях. Ну, конечно, нельзя терять вот это вот умение смотреть именно как зритель, потому что картина все-таки, помимо каких-то профессиональных навыков, должно обязательно быть впечатление на зрителя, которое она производит. Если картины ты не запомнил, ушел из галереи там или из музея, ну, такая картина все-таки не имеет особого. А можно ли сказать, к примеру, то, что картины бывают, ну, не знаю, правильно, она написана там по всем каким-то стандартам и так далее, но вот не цепляет? Бывает. Бывает такое? Я считаю, что это случается, когда художник застревает в каком-то одном определенном жанре и очень много работ пишет, только в нем, не переключаясь на что-то другое. Когда вот он уже все вот эти основы профессионально изучил, но теряет чувства, теряет эмоции. Что вас вдохновляет? Кто вас вдохновляет, не знаю, поддерживает? Очень много различных вещей меня вдохновляет. В основном это литература. Я люблю поэзию, люблю читать художественную литературу. Также это может быть кино, это могут быть музыкальные произведения. У меня было такое, что музыка меня настолько сильно вдохновила, что я целую серию графических работ закончила. Это могут быть какие-то жизненные ситуации, с которыми ты сталкиваешься и хочешь как бы отклик что ли на них нарисовать, оставить, написать. Совершенно разные какие-то интересные вещи, которые пробуждают во мне чувства, эмоции. Какие-то творческие действительно нотки дергают какие-то. Хорошо. Что ж, ну как я сегодня говорила, рассказываю интересные какие-то факты о художниках. Я думаю, наши сегодняшние гости так или иначе с этими фактами знакомы, с какими, может быть, историями. Вот не всем известно, что знаменитый художник Сальвадор Дали имеет отношение к карамели фирмы Чупа-Чупс. Его владелец компании как раз попросил Дали придумать логотип этой продукции, которую все мы с вами знаем и все мы с вами видим. Ну, если не каждый день, то где-нибудь на прилавках магазина наверняка замечаем. Вот я лично этот факт не знала. Знали ли вы? Интересный факт. Нет, я тоже, если честно, первый раз. Хорошо. Вот еще одна интересная история, то что художников Эдуарда Моне и Клода Моне иногда путают, ведь они оба были французами, жили примерно в одно время, если не в одно время, творили в силе импрессионизма, извините, пожалуйста. И даже название одной из самых известных картин Моне «Завтрак на траве» Моне тоже позаимствовал, тоже написал свой «Завтрак на траве». Вот так вот такие интересные, не знаю, на авторское право, мне кажется, сейчас бы уже претендовали, тогда как-то все было полегче, наверное. И каждый стал известен по-своему, каждый стал любим для кого-то. У вас, кстати говоря, Дарья вот сказала то, что невозможно определить любимую-нелюбимую картину, любимую-нелюбимую работу. У вас есть, не знаю, может это картина, может это какая-то серия. Да, безусловно, у меня есть моя любимая работа, самая сильная, самая мощная, с которой я работала больше всего времени. Это, конечно, моя дипломная работа «Понти Пилата» и «Яшу Аганатсри» она называется. Для желающих, кто вдруг, может быть, заинтересуется моим творчеством, все мои работы можно посмотреть в группе ВКонтакте в моей, которая называется «Арт-шоу». Для танцоров, к примеру, есть очень много конкурсов, фестивалей и так далее, таких же для вокалистов, для певцов. Для художников в Самаре, именно давайте попробуем, в Самаре, в Самарской области, проходят ли какие-нибудь, не знаю, что это, может быть, фестивали? Я имею в виду там, где именно оцениваются выставки, да, это выставка, это можно посмотреть. А вот где оценивается талант вообще? Есть не просто выставки, но есть выставки на конкурсной основе, то есть это два разных совершенно направления. Вот, также, конечно, есть и конкурсы для молодежи, которые организует наш союз художников Самар, которые организуются в интернете, онлайн проходят. Многообразие различных таких конкурсов, где можно себя проявить и поучаствовать. То есть такое есть? Такие площадки? Да, конечно. Как и для всех, ничем не хуже остальных, танцоров и певцов. Танцоров и певцов, конечно, все талантливые люди, таланты, они нужны. Что можете себе пожелать? Ой, наверное, я хочу себе пожелать большого развития в моей работе, мне она очень нравится, я ее очень люблю. Нашего успешного проекта, если вы не против, я немножко анонсирую. 4 августа у нас открывается выставка авторского комикса в галерейном пространстве в 18.00 под свободный. Ждем всех желающих, рейтинг 12+. Будет очень интересное большое мероприятие. Также я бы себе пожелала, наверное, замечательную мастерскую, мое собственное, мое личное пространство, территорию, на которой я уже смогу спокойно творить что-то новое, интересное. А пока где творите? Пока набегами дома, но это тяжело получается, вот, ну, также стараюсь где-то на работе иногда получается что-то нарисовать, да, как-то по мелочи. Ну, в основном дома, конечно, да. Слушайте, ну, мастерская для художника, мне кажется, действительно, это очень важный фактор, особенно если ты пишешь не просто на заказ какие-то портреты, там, эскизы или что-то, когда ты делаешь действительно серьезные какие-то композиции. — Наталья, спасибо вам большое за умный разговор, действительно, такой разговор, который, ну, не с каждым человеком возможно провести. — Пожалуйста, я была очень рада. — Пожалуйста, вы были очень рады. — Ну, кстати говоря, под занавес, все-таки Самара вообще, как вы работник галереи, вы работник, ну, можно сказать, искусствовед, да, собственно говоря, Самара ценит художество, Самара ценит живопись? — Ну, конечно, в Самаре есть совершенно разные люди, как и везде, которые имеют различные представления об искусстве, но очень интересуются и, да, и ценят. Я могу это сказать, исходя из информации, по статистике своей галереи, я знаю, какие люди к нам туда приходят, я вижу их каждый день. — То есть уже так завсегда-то и есть? — Да. У нас есть постоянные посетители, которым мы очень рады. — Слушайте, ну это замечательно. Мне кажется, когда ты смотришь на картинок, ты смотришь вообще на творчество. Это всегда радует, это всегда приносит какие-то эмоции, вдохновляет. — Радует, вас вдохновляет, опять же какие-то идеи новые приносит обязательно. Приходите к нам за вдохновением, приглашаем. — Да, обязательно. Что же, дорогие телевизорители, я вам могу пожелать то же самое, поэтому ходите на выставки, смотрите, интересуйтесь, изучайте творчество, ну и творите сами, рисуйте, пусть и для себя, пусть и для своих детей. Это же замечательно. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»